Музыка Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим домашний торт. Для бисквита нам потребуется 5 яиц, 10 столовых ложек сахарного песка, это 240 грамм, 10 столовых ложек муки, это 150 грамм. При желании в тесто вы можете добавить чайную ложку разрыхлителя. Для крема нам потребуется 200 грамм творога. Творог должен быть не менее 5% жирности, а лучше это 9 или 18%. Также нам потребуется 200 миллилитров, 33 или 35% жирности слива и 3-4 столовые ложки сахарной пудры. Для прослойки я взяла виноград, но можно в принципе использовать любые фрукты. Нам необходимо взбить яйца и сахарный песок. Взбиваем с помощью миксера не менее 5 минут. Пышность бисквита зависит от хорошо взбитых яиц. Теперь добавляем частями муку. Мука должна быть просеяна. И размешиваем уже лопаточкой снизу вверх в одном направлении, чтобы сохранить воздушность белков. Чтобы тесто у нас не осело при выпечке. Вот такое тесто для бисквита должно получиться. Оно достаточно жидкое. Будем выпекать. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом, дно и бока. Выкладываем тесто. Закрываем крышку мультиварки. Готовить я буду на режиме мультиповар 125 градусов в 1 час. Нажимаем старт. Пока пекется бисквит, приготовим крем. Для этого смешаем творог и сахарную пудру. Пока возьму 3 столовые ложки. При необходимости добавим еще одно. Творог и сахарную пудру измельчу с помощью блендера. В творожную массу добавляем 200 мл сливок для взбивания. И взбиваем эту массу уже венчиком. Крем готов. По внешнему виду и вкусу он очень похож на домашний маскарпоне. Прошел час. Вот такой бисквит у меня получился. Отключаем подогрев и оставляем в мультиварке на 5-10 минут. Достаем бисквит с помощью корзины пароварки. Все готово. Осталось только собрать торт. Для этого мы разрежем его на 3 коржа. Делаем неглубокие надрезы. И с помощью нити разделим. Нитка может быть любой. В образовавшуюся прорезь вставляем нитку. Концы нитки стягиваем между собой. Вот таким образом. Таким же образом отделяем и второй корж. Собираем торт. Пропитывать я буду обычным молоком. Можно пропитать сладкой водичкой. Я взяла 150 мл молока. На нижнюю часть я взяла почти 75 мл. Оставшиеся на 2 коржа будет меньше. Далее выкладываем слой крема. Далее выкладываем мелко порезанный виноград. Вместо винограда можно использовать бананы консервированные. Ананасы или персики. В летнее время ягоды. Например, клубнику, малину. Будет тоже очень вкусно и отлично сочетается с таким кремом. Следующий корж. Делаем все то же самое. Пропитка. Но уже не так много. Крем. В последнем слое пропитку делаем изнутри. Пропитку коржа. Сверху я украсила ягодами винограда, разрезанными пополам. А также мандаринкой. Давайте посмотрим, как торт выглядит в разрезе. Лучше ему, конечно, дать не стояться. Хотя бы часик в холодильнике. Вот что у нас получилось. Достаточно высокий торт. Выглядит очень аппетитно. Вкусный домашний торт готов. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на наш семейный канал. Вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Приятного чаепития. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok